Специалисты в этой области не говорят конкретно о цене на газ, свет или воду. В каждом регионе тарифы свои, но установлены в соответствии с федеральными законами. Могут быть чуть меньше за счет муниципальных вложений, но не больше предельного уровня, установленного федеральным центром. В рамках этого вводится социальная норма, о которой было уже озвучено. Также есть мероприятие повышения коэффициентов, понижающих 0,7, которые существуют для сельского населения и для тех, у кого электроплиты. Ну и, соответственно, норма, о которой было сказано, это как раз норма в дополнении к сокращению перекрестки. То есть, если вы человек обеспеченный, вы позволяете себе, у вас несколько квартир, несколько приборов учетов, соответственно, потребляете большое количество энергии, то в пределах какой-то лимита, который сегодня определяется, какой он будет, оплачивается по тарифам регулируемым, все остальное по тарифам повышено. Уровень цен контролируется государством, и здесь каких-либо изменений не предвидится. Тем не менее, в ходе пленарных заседаний обсуждаются особенности тарифной кампании, перспективы в условиях социально-экономического развития России до 2018 года. Мы рассказываем о тех проектах, нормативно-правовых актах, которые мы планируем принимать. Советуемся с уважаемыми коллегами из регионов о том, как правильно, может быть, эти изменения выносить, и какие они должны быть. И, безусловно, учитываем их мнение при разработке федерального законодательства, в том числе методика по тарифному регулированию. Будут говорить на семинаре не только о тарифообразовании, но и о ключевых проблемах системы регулирования, например, в электросетевом комплексе. Одним словом, о текущих реалиях и возможных перспективах. Рассмотрят и предложения по вопросам совершенствования законодательства в коммунальном комплексе. Елена Авсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.